давайте тогда я начну заново и сейчас вы возможно видеть studio ура отлично в общем прошло раз мы обсудили разные примитивы которые есть вар и в том числе разные переменные которые разные переменные в которой можно записывать то есть что вот вот это вот виктор чисел вот вектора логических выражений вот вектор со строками и обздели что все это можно записывать переменные и вот это переменная оказывается вот здесь вот и можем как-то хранить следующий ход уход это собственно как научиться нам доставать нужное в нашем вот это свете например я хочу достать вот это вот значение только вот это вот как мне это сделать я знаю что это 43 элемент и чтобы достать 43 элемент моего вектора мне нужно использовать квадратные скобки и в них что-нибудь написать в целом я могу написать все что угодно но вот наверное что-нибудь такое мне не получится написать потому что вы знаете что элементов в векторе 85 86 87 88 возможно вы конечно просто умеете вычитать из 99 12 и понимать в общем у нас 88 элементов поэтому 89 элемент просто не поместится и соответственно если мы будем вызывать какой-то элемент который которого в нашем векторе нету то вместо него будет возвращаться пропущенное значение на и мы это уже как-то обсуждали другую историю которую можно сразу же показать что вообще-то в качестве индекса можно вставить другой вектор получается что вектор будет вектором индексов и в данном случае вот на самом деле это такое смешное совпадение или нет вроде да да все правильно то есть я набрал 57 и 57 элемент это 43 43 элемент 57 это на самом деле если я наберу что-то результаты будут не такие мистические то есть вот например третий элемент вот он получается выдели 97 и собственно говоря вот наш 8 элемент и и в прошлый раз мы также обсуждали что бывают логические выражения например если мы скажем x больше 9 то нам вернется такой целый вектор где про каждое значение будет сказано больше ли она 9 если мы попробуем сделать то же самое с пятидесятью семью то получится что половина будет устроена как труп лент как фолкс и вот история заключается в том что мы вот этот вот вектор true и фолкс мы какой-то момент это обсуждали на занятии вот здесь возможно обсуждали может быть еще нет нет наверно не обсуждали в общем так случилось что вот этот вектор true и фолкс можно использовать в качестве индекса и он тогда будет говорить какое число выводить какое нет это наверно так а идея лучшая идея наверно давайте использовать x больше пятидесями в результате он будет выводить только те иксы которые больше пятидесями всем видно правда да 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 отлично в какой момент мы обсуждали с вами такую операцию как остаток отделения на что-нибудь например остаток отделения на 2 числа 5 будет 1 а числа 6 будет 0 и поэтому например точно так же мы можем взять и попробовать вывести все четные числа все четные числа ой нет все нечетные числа которые есть нашим дата сеть то есть мы вводим что здесь происходит здесь происходит следующее я сначала делаю вот такой вектор чисел у меня получается 10101010 посмотрели на остаток отделения от всех чисел получается вот такие вот единички и нули дальше мы говорим кто из вас равен одному получаем вектор логических выражений а потом отправляем это в качестве индекса к нашему вектору это может звучать немножко заумно но это на самом деле вершины того что у нас будет это самое сложное что у нас вообще сегодня будет что нужно поменять чтобы получить все четные числа 1.0 тогда у нас получится четные числа вот собственно про это и вот этот весь раздел можно использовать индексы можно использовать другие векторы в качестве индекса И вот единственное, что я действительно не рассказал, это то, что отрицательные индексы, в отличие от питона, которые я делаю вид, что вы знаете Вы же знаете питон? Правда? У вас же выучит питон Мы знаем Молодцы В общем, если сделать что-нибудь такое, то питонщики обычно ожидают Давайте я введу сначала x То питонщики обычно ожидают, что я выведу какое-нибудь значение типа 1, 2, 3, 4, 15 Но на самом деле вар это устроено по-другому И вар происходит следующее Вот этот элемент 96, он исключается То есть вы видите, что вот здесь его нет То есть отрицательный индекс вар работает как исключение То есть он говорит Выведи мне, пожалуйста, все, кроме четвертого И точно так же может работать, например Если мы дадим сюда вектор Возьми, дай нам, пожалуйста, все без четвертого и без 85 В результате у нас теперь нету числа 15, которое у нас было вот здесь вот Видите, просто оно исчезло И нету числа 96 Таким образом, вот есть такая история про отрицательные индексы Они даже не совсем отрицательные Скорее это просто индексы со знаком минус То есть который так получается Как нам вообще, кстати, я никогда особенно этим не задавался вопросом Но давайте попробуем так сделать Что если мы сделаем что-нибудь такое В таком случае оно будет работать или нет Длина этого Нет, оно все-таки работает То есть это отрицательный индекс Понятно, что произошло Мы вычли с 10 минус 15 и получили минус 5 Поэтому, собственно говоря Я бы ожидал на этом месте, что у нас будет 99, 98, 97, 96, 95 Но вот это вот минус 5 элемент, он пропал Так что вот отрицательное число, которое получилось в результате какой-то операции математической Попав на место индекса, воспринимается как отрицательный индекс Хорошо, разумеется, в качестве индекса можно использовать какие-то переменные Как здесь сказано И здесь два примера И кроме того, в качестве индекса можно использовать вектор логических значений Но мы это только что обсудили На самом деле важно понимать вот это вот Что вот эту вот конструкцию То есть когда вы можете какое-то логическое утверждение засунуть в качестве индекса И получить значение, которое соответствует какому-то условию Это некоторый такой важный трюк, который стоит держать в голове Ну и на этом месте можно, наверное, попробовать сделать парочку заданий Первое задание, наверное, кричите с места А второе, можно напишите единичку, как лезь Диоли Причем в любом порядке Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо! 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 Субтитры сделал DimaTorzok «Сколько элементов в векторе G, если выражение вот такое вот не возвращает ошибок?» Мы знаем, что вот эта штука это просто true, и поэтому если мы сделаем какой-то большой вектор и напишем туда true, то он вернет весь вектор. Если мы сделаем одноэлементный вектор. Если мы сделаем одноэлементный вектор, то тоже будет. И даже если мы сделаем вот так вот, Na не является ошибкой. Так что мы на самом деле не знаем, сколько элементов в векторе G. И не узнаем. Что касается NIL, он выглядит как-то вот так вот, и вам нужно... Сколько в датасете наблюдений больше 1000 и меньше 1200. Мы опять же берем, говорим, NIL больше 1000 и NIL меньше 1200. Что... А, я опечатался. Вот, и я получаю какую-то такую штуку. Ну и если вам не хочется считать вручную, то можно сделать вот так вот. Как-то вот так вот. И вроде я живу в мире, что 23 это правильный ответ. И моя форма тоже так считает. Вот. Было ли что-то сложное? Сначала немного не сообразил. Сначала немного не сообразил. Двойное условие поставить. Угу. Ну вот. Еще 1200. Мы это обсуждали в прошлый раз. Конечно, никто не заставляет вас помнить все, что мы обсуждали в прошлый раз. Но вот здесь вот мы обсуждали, что можно использовать логическое И, или логическое ИЛЯ. Так что мы, допустим, если мы поставили себе задачу исследовать, сколько наблюдений меньше 1000 и больше 1200. То здесь можно было бы поставить вот так вот. Тогда мы бы узнали, что 77 наблюдений не попадают в этот промежуток, который мы смотрели в задаче. Так что мы можем узнать, что у нас всего 100 наблюдений в нашем дата сайте. Хорошо. Давайте тогда поедем дальше. Есть еще вопросы какие-то? Да. Что делаю? Буду задать. Простите? Ну, вот там был репорт, и тревог, и фолз, и тревог, и он что-то делает. Я не понял. Я не понял. Что? Сейчас еще раз. Что? Тру и фолз? Ну, давайте посмотрим. Допустим, у нас есть вектор 5.1. Если мы в качестве true и false вставим вот такой вектор, то он скажет, что я не умею, видимо, считать. Что? Я вроде умею считать. Ну, у меня вот работает здесь. Ну, у меня вот работает здесь. Я даже, я даже, я даже, такое количество, то есть если у меня есть, 5 чисел, я там, одно, я там, два значения, там, два значения, там, true или false. То есть если даже не совпадал. Сейчас даже не совпадал. Сейчас я пока не понимаю, почему не работает вот это. Насколько я поняла, на трона вводит число, на false не выводит число. Потом заново идет по этому вектору. А почему не работает сейчас? Ладно. Может быть, в этом, может быть, слишком много, там, один день, там, один день. Ну, смотрите, это вектор, с ним вроде все в порядке. И это вектор, с ним тоже все в порядке. А, нельзя, видимо, обращаться к вектору, который создается таким образом. О, боже. Ну, хорошо, ладно. А вот так можно? Да, так можно. Значит, если мы сделаем вот так вот, true, false, true, true, то тогда он выведет первый. Выводить? Да. Второй вводить? Нет. Третий вводить? Да. Четвертый вводить? Да. Пятый вводить? Да. Соответственно, у нас был трюк, когда мы делали как-то вот так вот. Дело в том, что если мы сделаем x больше 3, то тогда мы получаем логическое выражение. Он опять сравнивает каждый элемент и получается вот такой вектор. и его-то мы можем использовать в качестве индекса. Да, 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 да. А, то есть вот те, все, которые будут сроками. Угу. Да, да, да. Да, да, да. Ну, там какой-то как-то заморожек можно сделать. Что-что? Это действительно зависит? Можно сразу писать там условия, которые мы фиксируем, и не писать там вот эти стволы. В смысле можно делать сразу вот так вот и не делать вот так вот. Да, да. И то, что я пытался сказать, когда это показывал, это то, почему вот такая вот штука, такая конструкция работает. А так нам действительно нужны условия, которые порождают просто вектор true и false такой же длины. Руками писать его не нужно, я никогда в жизни этого не делал. Ну, это просто, да, вот почему-то не понял, как на что-то написано. Хорошо, поехали дальше. Что я хотел сказать дальше? Я потерялся. Видимо... А, кстати, интересно. Я думал, что мы прошли пропущенные значения, но давайте пройдем их сейчас. В R есть пропущенные значения, и оно обозначается при помощи NA. При этом, на самом деле, внутри ара NA бывают разных типов, но они все выглядят одинаково. То есть, если вам очень захочется, можно сделать NA именно типа число или именно типа строка. Но так, в целом, можно использовать именно вот эту вот нотацию NA, и именно она будет появляться по умолчанию. В этом вы видите пропущенные значения от 1 до 9, 1 NA9, Нижний Новгород NA, Санкт-Петербург, true, true, false, NA, и так далее. Есть функция из NA, которая позволяет, ну, которая возвращает логическое true или false, проверяя каждый элемент, является ли он пропущенным значением или нет. И когда вы видите вот такой вот вектор true и false, это значит, что вообще-то вы можете использовать либо, ну, вот эту функцию, либо и обратную в качестве индекса. Так что, помните про это. Некоторые функции не работают с векторами, которые содержат пропущенные значения, имеют аргумент для их удаления, который называется вот NA.rm от слова remove. Поэтому, если у нас есть некоторые переменные x, и мы берем среднюю от этой переменной, то результат будет NA. А если мы добавим этот аргумент NA.rm равно true, то в таком случае он посчитает 5. Аналогичным образом будет работать функция min, считающая минимум, вычисляющая минимальное значение в векторе, max, который вычисляет максимальное значение в векторе, медиана, который выделяет медиану, range, который вычисляет размах и тому подобное. А где-то мы это уже видели. Надо удалить, это просто повтор, извините. Понятно про пропущенные значения? Вроде это не очень сложно. Да, да. Хорошо. Давайте поедем дальше. Дальше начинаются пакеты. Собственно, самая большая ценность R, конечно же, не в самом R, а в пакетах, которые написаны для этого языка. Много людей написали много чего для R, и дальше как бы на самом деле продолжают разрабатывать базовый R, так, чтобы он работал таким образом, каким он работает. И в результате мы будем работать с разными пакетами. Это такой отдельный модуль, который содержит дополнительные функции, которые подгружаются в окружение R, когда вы вызываете функцию. В R также есть какое-то, ну, некоторое количество диалектов, можно сказать, которые связаны с некоторой экосистемой, и для анализа данных мы будем использовать диалект tidyverse, и альтернативой ему является data table. Я вот даже почему-то не выделил его соответствующим образом. Для установки пакета нужно использовать функцию install packages, и дальше вы в кавычках пишите какой-то пакет, который нам понадобится. Например, нам понадобятся tidyverse и read.excel, поэтому имеет смысл их установить. Это займёт какое-то время. Возможно, ещё он вас спросит, когда вы будете устанавливать, попросит выбрать зеркало, либо нажмите 0, либо выберите Россию. Ну, в общем, как вам сдумывается, это не очень важно. Так что я всячески призываю вас установить эти пакеты, и мы дальше будем обсуждать некоторые функции из пакетов. После того, как пакет установлен, его нужно включить. И когда вы включите, вы поймёте, что tidyverse — это на самом деле не пакет, а пакет с пакетами. То есть это такое объединение пакетов для разных целей. GGplot 2 — это пакет для рисования. Мы через раз, видимо, а в конце нашего курса, в последних занятиях, будем заниматься им. Teeble мы уже обсудим сегодня. Это такой способ хранить табличные данные. TDR — это способ трансформировать данные вместе с DeployR. ReadR — это для считывания данных. Pur — для функционального программирования. Мы его вообще обсуждать не будем. StringR — нужен для работы со строками. Мы тоже это практически не будем обсуждать. А forCats — для работы с факторами. Мы их обсудим в какой-то момент, когда будем обсуждать, как визуализировать. Самая частая ошибка — это то, что студент забывает загрузить пакет. Я уже тысячу раз слышал, что я подхожу к ноутбуку студента. Он говорит, у меня не работает какая-то функция. Я спрашиваю, а загрузил ли он пакет. Он говорит, да. Дальше я загружаю пакет, и всё работает. Это было столько раз, что мне прям даже как-то... Ну, в общем, это действительно самая частая ошибка. Так что помните про неё. Так что имеет смысл также как-то запомнить, что InstallPackages — это как купить набор отверток, а Library, когда вы используете функцию Library, это как собрать. Ну, или InstallPackages — это, не знаю, в вашем бетоне, это PIP, а Library — это Import. Вот. Ну и вот, давайте тогда вы будете делать следующее задание. И напишите один, когда сделаете. Спасибо. Ну и вот, давай. ंRa. Скажите? Ну, это конец. Продолжение следует... 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 Вроде победила Четверо людей Нужно ли кому-то показать Как что-то делается У кого еще устанавливается Давайте так попробуем Ну я еще устанавливаю В общем Олеся, если у вас не получится То тогда напишите мне Письмо со скринами Я тогда вам помогу Уже после пары Хорошо Ура, вроде много людей победило Давайте тогда двигаться дальше Я ошибу в мире, что у вас установился Tidyverse, значит вы можете сказать что-нибудь Типа Library Tidyverse И тогда он включится Для следующей функции вам понадобится Tidyverse Потому что Tidyverse Вот эта вот функция Она из Tidyverse И если вы Если вы не включите Tidyverse Я подозреваю, что не будет работать Давайте еще про пакеты Обсудим одну штуку Вот здесь есть вкладка пакета Где перечислены все пакеты Которые стоят на вашем компьютере И как вы могли и заметить Сейчас У меня Какие-то пакеты На них стоит галочка Вот например Deploy R Я могу взять его Выключить И он мне скажет Что от Deploy R Зависит другие пакеты Но вот неважно Вот таким образом Вы можете Включить и выключить И главное Когда вы это делаете Он вам в Консоли Говорит команды Которыми это делалось То есть Есть функция Detach Которая выключает Какой-то пакет Есть функция Лаверри Которая включает Кроме того Вот здесь Вы можете Ткнуть в какой-то пакет И найти Мануал Целого пакета Но Deploy R Достаточно большой пакет Но вот здесь Причислены все функции И можно Как-то Посмотреть На Каждый из них Ткнуть И что-то Посмотреть Про нее Так что Вот имеет Смысл Иметь в виду Если у вас Есть какое-то Подозрение Включили вы Или нет Можно посмотреть Вот здесь И выключить И включить Вот Здесь же есть Кнопка для выключения Для удаления пакетов Правда я никогда Не пользовался Вот Давайте поедем дальше У нас С вами осталось Типа Тридцать четыре минуты Да Я как бы так Думаю Хорошо Мы наверное Успеем Даже останется Время Дата фрейм Дата фрейм И тибл Это такой Формат Данных Дата фрейм Это нативный Формат А тибл Это его Некоторая Современная Модернизация Тибл Или дата фрейм На самом деле Можно использовать Они могут быть Взаимозаменимы То есть Можно Использовать Дата фрейм И скопировать Все что Скопировано Получится Что-то такое Почему-то Он не хочет Вот Это все Такой способ Хранить Табличные Данные Табличные Данные Хранятся Как Векторы В результате Это вот Такой Вектор С Какими-то Значениями И Соответственно В векторе Есть правило Что данные Которые Находятся В этом векторе Должны быть Одного Типа Но При этом Если Это разные Векторы То там Могут Храниться Данные Разного Типа Важно Только Чтобы Эти Векторы Были Одной И Той же Длинные И Если Мы Вызовем Эту Функцию Или Эту Функцию То Вывод Будет Немножко Отличаться Ну Потому Что Типл Это Такой Модернизированный Вариант Датафрейма Но Идея Будет Примерно Такая Вот У нас Один Столбец Второй Столбец Третий Столбец Вы Можете Увидеть Вот Эти Числа Но Их Следует Игнорировать На самом деле Это Индекс Которого В самом Дата Сети Нет Он Просто Такой Способ Отображения И Аналогичная Штука Видна В Старом Дата Фрейме Она Тоже Есть Но Вот Эти 1 2 3 4 5 Которые Вы Можете Здесь Видеть Это Не Какие Данные Содержащиеся В Дата Используйте Функцию Тибел Или Дата Фрейм Для того Чтобы Связать Воедино Несколько Векторов Вы Получаете Какую-то Вот Такую Штуку И Можете С ней Что-то Делать Вот Существует Много Встроенных Дата Сетов Например MT Clarus Такой Очень Популярный Дата Сет Который Часто Используют В ART Есть Датасет Iris Который Является Классическим Датасетом Фишера Который Исследовал Разные Характеристики Разных Ирисов Их Там Три Вида Вот И Естественно Вы Можете Можно Найти Какую-то Информацию Справки Так Как Это Обычные Переменные То Вы Всегда Можете Ткнуть В В Поставить Вопросительный Знак И Дальше Вы Кстати Это А Понятно Тут написано Эдгар Андерсон С Iris Data Видимо Фишер Их Анализировал А Андерсон Собирал Я Как-то Это Я Этого Не Знал В Общем Вы Можете Почитать И Видите Что Там Три Вида Ирисов Ситуса Versicular И Virginica И С ними Можно Что-то Делать У них Есть Такие Классические Датасеты С которыми Можно Что-то Делать Есть Функция Датасет По-моему А Нет Data Data Вот Такая Функция Которая Высвечивает Название И Короткую Характеристику Всех Встроенных Датасетов Которые Мы Сейчас Видим То Например Вот Датасеты Которые Мне Доступны Вот Не Знаю CO2 Это Эмиссия CO2 Где-то Евро Ну В общем Там Очень Много Разных Датасетов Доступных Ну И Важно Понимать Наверное Вот Это Вот Важно Понимать На Примере Ну Например Вот Этого Что Иногда Какие-то Датасеты Включают В Пакеты Это Часто Делают Для Того Чтобы Было Удобнее Показывать Какие-то Примеры И Соответственно Если Вам У вас Есть Какой-то Датасет Ну Если У вас Есть Какой-то Пакет Который Решает Какие-то Конкретные Проблемы То Имеет Смысл Добавлять Какой-то Датасеты Поэтому Если Вы Включаете Какие-то Пакеты То Вам Могут Быть Доступны Еще Какие-то Датасеты Не Только Те Которые Есть По Умолчанию Вот И Теперь Давайте Обсудим Давайте Обсудим Индексирование Дата Фреймов Оно Немножко Отличается Векторов Первое То Что Вы Можете Просто Обратиться К Вектору Который Находится В Дата Фрейме Используя Знак Доллара В результате У вас Есть Вот Это Вот Наш Датсет More Филмографи Мы Можем Обратиться К Коду К Переменный Год Используя Доллар И Вот Мы Обнаруживаем Что Фильмы Которые У нас Здесь Собраны Это Были Сняты В 2009 В 2009 2014 И 2020 Годах Точно Так же Можно Вызвать Заголовок Кроме Того Можем Таким Же Образом Имеет Смысл Добавлять Какой-то Вектор Который Которого Не было Раньше В нашем Датасете То есть Можно Взять More Фильмографи Доллар Продюсер Такого Не было В нашем Датасете Когда мы Изначально Создали У нас Есть Только Title Year Director А Producer Не было И мы Можем Создать Новую Переменную В Которую Добавим В Каких Том Мур Был Продюсером И Вот Мы Видим Что Будет Вектор С Значениями True И False Которые Соответствуют Тому Был Том Мур Продюсером У Этого Фильма Кроме Существует Естественная Масса Полезных Функций Которые Позволяют Узнать Что-то О Дата Фрейме Функция Н Роу Как Можно догадаться Говорит Количество Строчек Н Коу Говорит Количество Колонок Сам 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 Берет И Представляет Некоторую Информацию По Каждой Из Переменных При Этом Эта Выдача Зависит От Того Типа Переменных Например Для Категориальных Он Просто Говорит Какой Тип Иногда Говорит Там Логических Он Говорит Сколько Какого Типа Представлено А для Числовых Он Выдаёт Даже Описательную Статистику В виде Минимум Первая Квантиль Медиана Средняя Третья Квантиль И Максимум На Каком-то Большом Количестве Данных Когда У вас Не 5 Переменных А Не знаю 100 500 То В таком Случа Это Можно Было Использовать Кроме Того Есть Функция STR Я Её Очень Люблю Она Позволяет Вам Взять И Вот В таком Формате Посмотреть Какие Есть Переменные В Вашем Датасете Узнать Тип Датасета То есть Вектор Которые В него Включены То есть Например Character Нumeric Logical И Первое Какое-то Количество Значений Ну На Давайте Попробуем Давайте Попробуем Сделать STR Mtcars И Вы Увидите Что Там Если Значений Больше То В таком Случа Он Выдаёт Какую-то Вот Информацию То есть Он Не все Значения Выдаёт А только Какую-то Часть Первые Видимо 10 3 5 3 5 Да Вот И На этом Моушительном Месте Вы Можете Сделать Несколько Заданий И опять Написать Теничку Когда Вы Справитесь С обоими Заданиями Теничка 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 Ну вот Я вижу Что Большинство Из вас Справились Есть У кого-то Вопрос Ура Молодцы Кстати Здесь Абсолютно Не обсуждается Нет Обсуждается Собственно Это Следующий Раздел Вызов Элементов DataFrame Или Индексация DataFrame Происходит Примерно Аналогичным Способом Как он Происходил В векторе Используются Квадратные Скобки И Первый Элемент Который Мы Используем Это Отвечает За строчки А второй Отвечает За столбцы Соответственно Если Нас Интересует Такой Фильм Не Точнее Как это Второй Столбец Такой Год В котором Был Издан Третий Фильм Я не Помню Их На Исусть Ведь Вот этот Вот То Вот Так Мы Можем Вызвать Кроме Того Это Обычно Всех Пугает В Ар Используется Ну Как бы Такая Вот Нотация Для того Чтобы Вызвать Только Третью Строчку Можно Написать Три И Дальше Запятую При Этом Как бы Это Значит Что Все Столбцы Которые Там Есть Будут Использованы Аналогичным Образом Можно Вызвать Целый Столбец Вы Говорите Выведи Мне Пожалуйста Второй Столбец Все Строчки То Здесь Обязательно Нажно Ставить Запятую Естественно В качестве Аргумента Здесь Может Быть Вектор И В результате Получается Что В качестве Индекса Здесь Может Быть Вектор И В результате Получается Выведи Пожалуйста Мне Первый Столбец И Второй Столбец И Аналогичная История Которая У нас Была С Векторами Это То Что Можно Использовать Отрицательный Индекс И Говорить Выведи Мне Пожалуйста Все Что Угодно Кроме Третьего Столбца Здесь Минус 3 Означает Кроме Третьего Таким Способом Можно Не Вводить Первый Второй Столбец Отличиям На самом деле Не очень Большими На самом деле Не отличия Является То Что В Дата Фрейме Можно Вызывать По имени Это Так себе Отличие Потому Что В целом Векторы Тоже Бывают Так Назваемые Именованные То есть Бывает Не знаю Можно Сделать Такой Вектор В котором Первый Элемент Называется А Второй Называется Б А Третий Называется С И В таком Векторе Это называется Именованный Вектор Можно Тоже Вызвать Элемент По Имени Но Это Такая Конструкция Используется Достаточно Редко А В питоне Вы По-моему Называете Это Словарем Ну Вот Аналогичный Способ Будет Работать И Здесь Можно Взять И Вызвать Один Или Несколько Векторов При помощи Имени Этого Вектора Но Все равно Нужно Написать Запятую То есть От Этого Никуда Не Деться Ну И Последнее На самом Деле Куда Более Важное Это То Что Вы Собственно Говоря Можете Использовать Логические Выражения Такие Логические Выражения Как Мы Использовали В Прошлые Перед Этим В векторах Для Того Чтобы Вывести Какой-то Ну Сабсет Наших Данных Например Фильмы Которые Появились После 2014 Года И Здесь Опять же Может Быть Любой Сложности Ну Вектор Любой Сложности Любой Не Сложности Любой Длины Ну Вот Важно Что Его Длина Должна Быть Если Мы Говорим Про Строчки То Должна Быть Либо Иметь Длину Один Либо Должна Иметь Длину Такую Же Как И Сам Data Frame И Аналогично Будет Работать Столбцами Вот Собственно Вот Так Можно Обращаться К Data Frame И В целом Это На самом Деле Основной Такой Элемент Анализа Данных Вот У вас Есть Табличные Данные Что С ними Можно Дальше Делать Мы Немножко Будем Дальше Это Обсуждать В Разделе В Deployer Как Это Можно Делать Немножко По Другому Но Пока Наверное Нам Хватит И Последний Раздел Который Хочу Обсудить Сегодня Это Импорт Данных Так Как Вы Учили Python Наверняка Вы Уже Знаете Про Существование Таких Штук Как CSV Соответственно Кома Кома Сопарated Values Это Такой Текст Который Разделен Запятыми И В результате У нас Вот Например Такой Текст В результате Как бы У нас Запятыми Разделены Разные Значения Которые Мы Анализируем Это Очень Популярный Формат Потому Что Его Могут Править Люди Хотя На самом Деле Они Могут Накосячить Конечно И Этот Формат Читается Компьютером Поэтому Он Очень Популярен В Среди Анализа Данных Мы Можем Создать Даже Такую Переменную С Нашим CSV Который Мы Видели Раньше Обычно Люди Так Не Делают Но Я Это Сделаю Для Того Чтобы Было Понятно Что Происходит Я Создаю Переменную Аус CSV В которой Просто Беру И Копирую Код То Что Написано Вот Здесь И После Этого Можно Использовать Функцию Read CSV Из Пакета Tidyverse На самом деле Из пакета Read R Который Входит Tidyverse Который Позволяет Это Нам Считывать И Вот Перед Нами Снова Наш Dataset Мы Можем С ним Делать И Выяснять Все Что Нам Сдумается Совсем Не Обязательно Вот Так Копировать Естественно Это Можно Делать Из Какого-то Пути Который Есть У Вас В В В В В Системе Я Вот Только Не Помню В Какую Сторон Должны Быть Слэш И По Моему Сейчас Оружие Починили И Там Они Могут Быть В Любую Сторону То Есть Можно Просто Скопировать Путь Который Ну Можно Скопировать Путь К Какому-то Файлу И И И И Его В Маке Линуксе Слыши Точно Такие И Все Вроде Должно Работать То есть Таким Образом Вы Можете Указать Полный Путь К Файлу И Он Тогда Тоже Скопируется И Другую Вещь Которую Важно Понимать Что ССВ Можно Считывать Даже Из Интернета Давайте Посмотрим Что Это За Зверь Я Копирую И Открываю Вот У меня Есть Такой Файл Который Можно Сохранить И С ним Что-то Делать Но В целом Он Висит В Интернете Это Не Какой-то Локальный Файл И R Позволяет Считывать Уже И Оттуда И Вы Тоже Можно Делать Что-то С Этим Я Предлагаю Вам Сделать Вот Это Вот Переменную Вот Это Задание И Потом Мы Продолжим Обсуждать Некоторые Штуки Опять 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 же Пишите Опять же Пишите Один Когда Все Сделаете Оттуда Продолжение следует... 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 То есть, вот у него есть одна вкладка, на которой находится один датасет, и вот вторая вкладка, на которой находится другой датасет. Вот, таким образом вы уже теперь можете импортировать данные в R и как-то их фильтровать и что-то с ними делать. Вот. На этой решительной ноте я предлагаю вам сделать домашнюю работу, которая хранится вот здесь вот, на самой первой странице. Если вы на нее посмотрите, то в целом это всего лишь пять заданий. И это автопроверяющиеся штуки. То есть, например, если вы посчитаете средний рост, и он скажет 11, то он сразу выскакивает и говорит, что у меня какой-то другой аналит. Это сделано специально, потому что это все достаточно легкие задания, и все они сделаны для того, чтобы проверить, чтобы вы сами сразу поняли, правильно вы сделали или нет. И таким образом могли сразу себя проверить. Так что вы не обязаны присылать ничего-то, видите, здесь нет никакого способа идентифицировать себя. Так что я всячески предлагаю вам сделать это домашнее задание. Оно поможет вам понять, появились ли у вас какие-то проблемы, нет ли у вас какого-то недопонимания про какое-то задание. Также имеет смысл писать мне, если у вас есть какие-то проблемы, то есть пишите и задавайте вопросы, я страшно это люблю. Вот. И на этой решительной ноте как-то наше занятие на сегодня и заканчивается. Вот если у вас нет вопросов. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok